Делать светочувствительные схемы нравится многим, но вот беда. Фоторезисторов, фототранзисторов, а иногда и солнечных панелек не всегда есть под рукой, а сделать что-нибудь хочется. А что если использовать что-нибудь совсем простенькое, к примеру, вот такое – светодиоды? Сегодня я покажу, как с помощью светодиодов сделать фоточувствительную схему и очень-очень просто. Исправятся ли вот эти вот светодиоды, которые призваны светиться, с функцией вот этих вот фоторезисторов, которые призваны реагировать на свет. Я буду использовать самые популярные или же самые простые детали, к примеру, у меня под рукой есть вот такие вот транзисторы – это КТ605. Не обязательно такие, это самые-самые плохие транзисторы, которые мне удалось подыскать для этого эксперимента. Чем плохие? Они очень маломощные, они очень быстро выходят из строя от перегрева, ой, у них очень много-много-много недостатков. Вот примерные характеристики. Этот транзистор КТ605 имеет следующую структуру. Вот здесь у них есть эмитер, коллектор, база, он всего лишь на 0,5 Вт мощности. Рассчитан он на 100 Вольт, а его крутизна, ну или коэффициент передачи тока – всего лишь 16. То есть для светочувствительных схем, как правило, используют полевые транзисторы или мосфеты. И эти устройства, полевые транзисторы или мосфеты, они весьма капризны к касанию пальцами, к пайке, к перегреву. Эти транзисторы тоже боятся перегрева, но все-таки они попроще. Их можно вот так вот хватать, и они, по крайней мере, пальцевой температуры и пальцевых касаний не так сильно боятся. И из этих вот паршивых транзисторов мы соорудим нечто вроде мосфета или полевого транзистора, который способен, улавливая ток всего лишь от парочки или тройки вот таких вот светодиодиков, а это обычные светодиоды просто в граненом корпусе, ну такие у меня есть. Вот эти, кстати говоря, гораздо лучше реагируют на свет, но таких у вас может не быть, хотя и таких может не быть. Ну, в общем, это светодиоды, какая разница какие. И их мы будем использовать, вот так. Конечно же, без проволоки, ребята, не обойтись. То, как скручивать правильно проволоку, вы, наверное, уже научились, я показывал это видео на своем канале. Ну, а прежде всего, конечно, я должен показать, как зачищать такие провода. Берем малеврованный провод и ножиком кухонным вот так этого скоблим, скоблим, ну не до зеркального блеска, но так хотя бы, чтобы медь появилась и чтоб ее можно было коснуться паяльничком. Оставим толстенный провод вот здесь в сторонке, потом мы зачистим вот эти вот маленькие проводочки точно так же ножом и касанием небольшого паяльника, очень хорошо разогретого, оловом и канифолью пролудим вот эти кончики. Потом, конечно же, мы все эти транзисторы припаяем к этой проволоке, примерно вот так. Да не примерно, на самом деле, именно точно вот так надо припаять вот эти транзисторы к этой проволоке. К эмитеру первого транзистора припаять синий проводочек, а белый проводочек можно не припаивать. Обойдемся и без него. Вот здесь у нашей сборки находится база, а сборка собирается примерно по вот такой схеме. Такие схемы я уже показывал, и хотя вот эта схема очень и очень правильная, мы будем использовать очень и очень неправильную схему, вот такую. В качестве индикатора того, что наш прибор работает, мы будем использовать красный светодиод. Три транзистора мы соединяем коллекторами, а эмитеры с базами соединяются вот таким вот поганым образом. На самом деле, это очень удобно, потому как эмитер каждого из транзисторов находится напротив базы, по крайней мере для такой структуры, которая есть у нас. Вот эмитер, вот база. Когда мы ставим следующий транзистор, как раз эмитер находится вот здесь. Осталось спаять, три транзистора спаяли. Ну а почему бы не припаять четвертый, для надежности, для мощности? Куда будем припаивать светочувствительные светодиоды? Да, светочувствительные светодиоды звучит, конечно, как-то поганенько, но все равно припаять таможненько. В общем, паяем плюсиком к базике, а минусиком к эмитеру первого транзистора. База последнего является входом нашей конструкции. На схеме это будет выглядеть вот таким вот чудовищным и безобразным образом. Хватит махать паяльником, давайте всю эту схему просто покажем, чтобы все могли ее аккуратненько срисовать. Пока вы срисовывали схему этого замечательного устройства, я сделал монтаж и чик-чик спаял вот такую замечательную и даже в своем роде красивую конструкцию. Посмотрите, как изящно она смотрится прямо на бумаге. У меня три светочувствительных светодиода. В данном случае они красные, чтоб не выбивались из ряда вон, красненький индикаторный светодиод и четыре вот таких замечательных транзистора, спаянных коллекторами, ну и спаянных базами и эмиттерами. Ну а теперь любая конструкция требует того, чтобы ее запустили и показали. Чего трепаться? Ведь критерий истинности любой теории – это практика. А на практике такие конструкции без питания не работают, и поэтому питание в студию. Под музыку или без музыки мы подадим на красный проводочек красным проводочком плюсик, на синий проводочек зеленым проводочком минусик. И что мы замечаем? И мы замечаем, что красненький светодиодик вот так вот берет и начинает светиться. От чего же он светится? Давайте приблизимся к этой схеме. Для начала удалимся, чтобы все было ясно и понятно. Это просто питание организовано, питание идет прямо через светодиод, согласно нашей инструкции и нашей схеме великолепной. Светодиод светится в тот момент, когда на вот эти светодиоды попадает солнечное освещение, желательно красного цвета. Ну а теперь давайте посмотрим, что будет происходить. Если я поворачиваю в сторону окна, светодиод начинает светиться более ярко. Но тогда вам не видно, как он красиво и ярко светится. Поэтому я сейчас приближусь камерой к этому замечательному светодиоду. Вот. И мы будем наблюдать, как он реагирует на засвечивание и высвечивание. Сейчас возьмем белый лист и загородим. Загородили, отгородили, загородили, отгородили. Но мало того, мы можем белый лист вот так вот повернуть и светодиод начинает гореть ярче. Я думаю, это видно. Правда и в кадре все становится более ярким. Ну а как насчет ножа? Изменение тока примерно от 0 до 10 мА. То есть, светодиод в такой ситуации горит весьма и весьма ярко. Давайте вместе со всей этой конструкцией пытаемся вот так вот на окошко посмотреть. разумеется, мы можем все настроить точно так, чтобы у нас реакция была с точностью до наоборот. То есть, во время света этот светодиод газ, а во время освещения наоборот не горел. Это уже на ваше усмотрение. Переделывать готовые схемы, которые достаточно просты, это весьма легко и забавно. Ну а на этом все, ребята. Светочувствительная система на очень простых транзисторах, на очень простых деталях и с очень простой схемой прямо перед вами. Она прекрасно работает и хорошо реагирует на свет. Как-то так, ребята. На этом все. Пока. До следующих встреч.